Итак, друзья, друзья, мы приступаем к размышлению над Божьим Словом, и давайте сделаем друг другу комплимент сейчас, да, давай скажем, красивая прическа у тебя, красивая, красивая у тебя прическа, Анатолий, у тебя красивая прическа, у тебя, у тебя, Олег, прическа просто супер вообще, да, знаешь, Бог сделал тебя такой красивой, ты просто замечательный алмаз Божий, вот, хорошо, но знаешь что, ты не просто алмаз, ты кристалл, кристалл соли, кристалл соли, проповедь сегодня называется ты соль земли, вот, все так вот очень просто, знаешь, не будет каких-то глубоких теологических размышлений, греческого языка, изысканий богословов, будет все очень максимально просто, я знаю, что уже такая проповедь у нас в церкви была, пастор уже проповедовал на эту тему соль, и я вообще не люблю за кем-то повторяться, но я буду, я сегодня посмотрю на эти все вот вещи с другой стороны, возможно, ты узнаешь что-то новое, что-то услышишь полезное, может быть, просто ты обновишься, и слава Господу, вот, итак, ты соль земли, хорошо, наше местописание, сразу контрольное местописание наше, Матфея, 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 да, спасибо, я уже забыл сам, Матфея, пятая глава, наш главный стих 13, но я прочитаю 13, 14, 15 и 16 тоже, и в Библии, знаете, иногда в Библии есть такая, как подсказка, о чем речь, знаете, когда Библия разбита на главу, современной Библии уже, и там сказано, о чем речь идет, и вот в моей Библии сказано, задача верующих в мире, задача верующих в мире, какая задача у нас с тобой сегодня, Иисус говорит своим ученикам, ну и людям, вообще это Нагорная проповедь, Нагорная проповедь, это фундаментальные вещи, которые говорит Иисус в начале своего служения, прямо вот он только начал, еще полгода не прошло, вот такие вот он вещи, это конференция, когда много народу, и он говорит важные истины в новой обложке, то есть старые истины в новой обложке, он говорит, такие вот вещи, вы соль земли, точка, утверждение, вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрайние людям, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного, вот такая задача у верующих людей в мире. Я бы хотел остановиться на вы соль земли. И еще я прочитаю в другом переводе, это называется перефраз Библии Message Bible, это английская версия Библии, перефраз Библии, и там люди попытались в общем не старыми словами синодальными, какими-то говорить, а взяли современный язык, чтобы было более понятно современному читателю. Но смысл оставили тот же самый. Итак, читаю. Я читаю от имени как Христа, вот как там описано. Позвольте мне сказать, то есть он ученикам говорит, позвольте мне сказать, почему вы здесь. Вы здесь, чтобы быть солью, придающей вкус пищи, солью, которая являет вкус Божьего присутствия и царства для этой земли людей. Для этого ты здесь. Если вы потеряете свою соленость, как люди почувствуют вкус Божьего благочестия, если вы потеряли свою полезность, то в конце концов вас можно просто выкинуть. Вот такой вот перефраз. То есть зачем мы здесь? Зачем я здесь? Зачем меня Бог позвал? Что должно произойти? Дай аминь спасение, благословение, какие-то там вещи, исцеление. Но Бог позвал тебя еще и за тем, чтобы через тебя являть вкус Божьего присутствия. Чтобы ты и я, да, мы с тобой вместе, являли вкус Божьего царства для этой земли и людей. Тут можно сказать вообще аминь. Такой жидкий аминь. Аминь надо, да, поуверенней. Вот. Я такой задумался. Ну да, да. Я задумался. Интересно, если перефраз Библии, они там пытаются сказать, а как бы, если бы Иисус пришел сегодня на землю, какие бы образы Он мог употребить для современного человека? Ну понятно, что соль и свет такие довольно яркие образы и не потерявшие актуальность. И сегодня по-прежнему соль нужна, по-прежнему свет он светит. И в этом есть, ну, объяснение, да, и понимание, какая задача у верующих в мире. Интересно, а как бы можно было другими методами дать описание задачи? И я вот как бы задание попробую сделать какой-то образ найти современный, чтобы было понятно человеку, которому ты будешь проповедовать. Я подумал, интересно, а если бы Иисус сказал, ты провайдер. Знаешь, есть интернет-провайдер. Ты провайдер, через которого должна течь Божья благодать. Ну, интернет. Если провайдер перестал выдавать 300 килобитц в минуту, он потерял свою силу, им никто не будет пользоваться. А если этот провайдер передает интернет только себе одному, ну, он скоро обанкротится, им перестанут пользоваться. Если он не раздает Wi-Fi, то он вообще не нужен. Его обрежут от источника. Как такой образ? Подходящий? Подумай, как можно еще сегодня людям донести, какая задача у верующих. Ну, хорошо. Итак, Иисус расставляет некоторые акценты. Он не просто говорит, да, что ты станешь солью. Ты приехал, допустим, в центр, в дом милосердия, в реабилитацию, и говоришь, ты скоро станешь солью. Вот сейчас закончишь библейскую школу, потом МТИ, и тогда ты точно станешь солью. Нет. Обращаю внимание, что это только начало служения Христа. Это не конец его пути. Начало. Люди, хотя люди там были верующие уже многие, но они же иудеи, но это что-то пришла новая, новая эра, новый завет пришел в их жизнь, уже приходит вот-вот на пороге, и что-то происходит совершенно иное. Приходит другой человек, который старые истины подает совершенно понятной новой обложке, такой приемлемой и простой, кажется. И он не утверждает, что они станут когда-то солью через 5-7-лет, когда они в церковь проходят определенное количество дней. Он говорит, вы уже соль. Он делает утверждение. Иногда люди думают, кем же мне быть, что мне делать, какое служение мне совершить, кто я в Божьем Царстве, какая моя задача. Знаешь, там людей много было на этом собрании, на Нагорной пропаде, много людей было, и у них, возможно, тоже были вопросы, а что я могу сделать, для Христа. И, возможно, Христос не стал конкретно говорить, так, ну ты, наверное, будешь, Оля, петь на гитаре, а ты будешь варить суп, да, а ты будешь протирать пол. Он не стал раздавать всем задания конкретные. Хотя такое бывает, когда Христос конкретно что-то говорит в твою жизнь. Он сказал, ты соль. Он всем сказал сразу. И он сказал это утвердительно. Ты уже сейчас соль. Не завтра, не послезавтра, не после курса или обучения. Уже сегодня соль. Иногда люди могут мыслить, могут же так мыслить, да, какая я соль? Так. Крупинка одна там где-то. Что я могу? Нет, ты соль. Ты уже сегодня соль. Давайте, вот история про Петра. Значит, Петр, помните эту историю, когда ученики сидят, и Иисус у них спрашивает, за кого меня почитают люди? И ученики говорят, ну там пророк, учитель сильный в слове и деле, ну разные варианты приводят. Иисус говорит, а вы за кого меня почитаете? Петр встает и говорит, ты Иисус, сын Бога живого такой. Он говорит, о, аллилуйя, Петр. Он говорит, на этом основании я построю церковь свою. Там есть игра слов, интересная игра слов. Он говорит, ты Петр, и на всем камне я построю церковь свою. Он говорит, подожди, Иисус. И ученики такие тоже говорят, подожди, Иисус, он не Петр, он Симон. Да, да, ты что-то попутал? Ты перепутал? Я не Петр, я Симон. Он говорит, нет, ты Петр. И может быть, когда ты читаешь синодальный перевод, непонятная игра слов, но Симон означает галька камушек, галька, маленькое что-то, а Петр это камень глыба. И еще раз говорю, он говорит, ты глыба, большой, ты теперь большой человек, ты мощный, ты сильный, потому что у тебя есть внутри Божие откровение, что Иисус Христос, Спаситель мира, ты это понял, ты это принял, ты с этим живешь. И теперь ты глыба. И вот на вот таких вот глыбах, на таких вот людях я построю свою церковь. Да какая я глыба? Я камушек. Я такой маленький, я вот там в углу подмету и все. Могут так люди думать? И когда Иисус утверждает, что ты соль, Он утверждает, что ты соль. А если сегодня мы с тобой здесь, если Иисус твой Господь, если ты имеешь это откровение, как у Петра, что ты Христос, Сын Бога Живого, а ты имеешь это откровение, ты же верующий, ты христианин, тогда ты тоже соль. И это, знаешь, это не вопрос времени, когда ты станешь солью. Ты уже соль. И не нужно думать о себе, мол, ты глыба. Скажи соседу, что он глыба. Скажи, ты глыба. И не потому, что ты мощный какой-то, красавчик. Да, не потому, что ты, не потому, что ты, но потому, что в тебе есть тот, в тебе есть тот, кто больше всего, больше этого мира. Ну, аминь. Поэтому ты глыба, поэтому ты соль. Он говорит, вы соль земли, вы соль земли. Подумаешь, соль. Тоже, Стас, ты сказал, какая я соль? Соль самый дешевый продукт вообще в магазине стоит до 11 рублей. Видали, сколько сейчас стоит соль? Я покупал продукты недавно в Дом Милосердия и даже забыл купить соль. Она настолько кажется незначительным продуктом, самым дешевым, что если сравнить, поставить на весы баранью ногу и соль, выбор очевиден, да, что соль как бы не так важна. Но так было не всегда, друзья, так было не всегда. Раньше соль, это был очень дорогостоящий продукт. Даже он стоил дороже золота. Вы знаете, как зарплата звучит по-английски? Кто-то знает? Нет. Зарплата по-английски звучит селлери. Селлери. От слова соль. Потому что зарплату давали солью раньше. Есть даже версии, что слово солдат произошло от слова соль. Соль, это деньга такая была. Что эти слова, они взаимосвязаны. Раньше так не было. Соль была чем-то очень важным. Очень дорогим. Соль охраняли. Соль защищали. Соль давали зарплату. Соль означала жизнь. Если у тебя была соль, ты просто был вообще топ. Не то, что сейчас машину надо. Соль. Ого-го-го. Было вот так. Хорошо, давайте дальше. По сути, Иисус хочет сказать о том, как Божье присутствие может явиться здесь. Как ты можешь сделать так, чтобы Бог появился на этой земле. Ты можешь просто быть солью, и это появится. Сейчас я хочу сказать 4 качества, которые есть у соли, и как конкретно, как конкретно ты сможешь вот это Божье присутствие явить в своей жизни и в жизни окружающих людей. Как вообще быть солью-то? Как быть солью? Итак, первое. Такая характеристика, она довольно известная. Я не думаю, что я что-то новое скажу. Но соль – это сочетание двух элементов. Да? Кто-то химию помнит из школьных программ. Хлорид натрия, да? Хлорид натрия. Интересно, что хлорид натрия – один элемент – это железо, а второй элемент – это газ. Железо и газ. Сочетание железа и газа дает соль. Я понимаю, что это не богословски никак не обосновано, но, знаешь, вот ты железо, а Дух Святой – это как газ. Раз. И раз – и ты соль. Само по себе железо может какие-то вещи делать самостоятельно. Да, люди многое могут. Но с Богом они могут гораздо больше. Поэтому первое и важное качество соли – что человек, что мы с тобой, что мы как церковь, мы соединены с Богом, что Бог в нас. Именно поэтому мы соль. Не потому, что я там что-то имею, какие-то свои таланты и дары. Просто Господь все во всем, Он дал нам это. Потому что Бог с тобой, только поэтому ты соль, только поэтому ты глыба. И поэтому ты можешь быть представителем Его на земле, и поэтому ты можешь являть Его царство и благодать на этой земле. Друзья, вы со мной? Я понятно объясняю? Хорошо. Интересно, что соотношение, если вот с точки зрения химии подойти, соотношение в соли, соотношение 40% металла и 60% газа. То есть разбирательные составы. Получается, должно быть меньше меня и больше Бога. Аминь. Человеческому нужно умоляться, а Божьему расти. И тогда ты реально будешь солью. То есть самой солью, на которую люди будут смотреть и понимать, что да, слушай, здесь есть Господь. Слушай, ну вот как ты думаешь, сейчас мы говорим про солью. Вот ты считаешь себя солью? Ну так, ну честно. Так вот, чуть-чуть, да, но немножко. Я Симон. Я Симон. Какая я глыба, да? Сейчас мы до конца дойдем, ты поймешь, что ты такая глыба вообще соленая. Хорошо. Давайте дальше. Итак, второе, о чем я хотел сказать, что соль, что она делает? Это очень, на мой взгляд, вообще важно. Соль вызывает жажду. Ну тут вообще аминь. Согласись, соль выживает жажду. Кто-то ел рыбу соленую? Много. Много соленой рыбы ел. А потом что? А потом ты пьешь. Пьешь воду. Сестры иногда созваниваются там в WhatsApp. Такие вечером рыбы наелись, потом созваниваются. Я слышу с женой. Она говорит, я отекла вся. И я тоже. Мы все опухли. Это все из-за рыбы соленой. Действительно, соль, она задерживает влагу в организме. Но соль выживает жажду. Я хочу про это сказать. Что она вызывает жажду. Есть такое выражение, что можно привезти лошадь к водоему, но невозможно заставить ее пить. Да, сегодня, знаешь, такое время наступило, что водоемов очень много. Библию достать вообще не проблема. Это не как раньше. Пожалуй, можно вообще скачать просто любой перевод себе. Читай, не хочу. Заветы раздают бесплатно. Продают в интернете, в магазине. Собраний вообще всяких разных. Выбирай. Хочешь православное, хочешь католическое. Хочешь там 50-никам иди. Знаешь, воды много, но пить никто не хочет. Пожалуйста, любой проповедник на любой вкус тебе умный, веселый, грустный, какой хочешь. Но жажды может не быть. И поэтому нужна соль. Немного соли и появляется жажда. Человек начинает хотеть. Водоемов полно. Нужно научиться жить так, чтобы людям стало интересно. Чтобы они захотели, чтобы, встречаясь с тобой, люди задались вопросом. Слушай, ты какой-то другой, ты иной. У них возник вопрос, у них возникла жажда, желание. Хотя бы прийти, посмотреть сюда, что здесь происходит, что изменилось, почему ты такой другой. Вот так должно происходить в нашей жизни. Знаешь, бывает, встречаешься с человеком веры. Ну, с кем-то, может быть, кому-то доводилось встречаться с человеком веры. Знаешь, мы все люди веры, я понимаю. Но я так называю, потому что есть люди, ну, реально глыбы. Знаешь, вот ты встречаешься с человеком веры, ты с ним разговариваешь о чем-то. И у тебя, как у моей жены вчера, вау, ты слушаешь с упоением, ты слушаешь с удовольствием. И ты хочешь снова вернуться к разговору с этим человеком. А после разговора с ним у тебя появляется желание читать Библию или молиться больше. Кто-то переживал такое? Я в институте учусь с одним человеком, учился с одним человеком. Нас в комнате жило 4 человека. Я уже рассказывал эту историю. И многие служители уже, не буду, ладно, говорить, никакие регалии. Знаешь, утром просыпаются все. Кто-то в телефоне, кто-то кофе варит сразу. А этот человек, я за 5 лет ни разу не видел, чтобы он там просто в телефоне там, ну какие-то, он либо читал, либо его не было в комнате, потому что он уходил молиться. Каждый раз, каждый раз. Знаешь, я себя считал довольно хорошим крестьянином. Я тоже был очень дисциплинированный. Я всегда молился, я всегда читаю Библию, я всегда посещаю собрания. Я всегда нахожусь, стараюсь находиться в служении. Я так, знаешь, где-то у меня такая некая даже гордость была. Но когда я встретил такого человека, причем он мне не учил. Он мне не говорил, типа, Стас, давай, ты что, ты не молился сегодня утром? Такие люди, знаешь, сильно соленые, которые тебе закидали солью, и ты говоришь, блин, я сейчас вообще тут как мне, не знаю, как быть. Он ничего не говорил, он просто жил своей жизнью, жизнью соли. И я смотрел на него, потому что я тоже так хочу. А потом ты с ним общаешься, и он, я так выражусь, простите меня за скудную речь, он выдает откровение. Ты такой думаешь, вау, как он вообще к этому пришел? А никак, он просто, он живет жизнью соли. Он в этой позиции находится, и ты хочешь с ним общаться. И после общения с ним у тебя появляется жажда. Ты уходишь и говоришь, слушай, и такое принимаешь решение, я буду молиться каждый день. Да? Принимал такое решение? И потом, а он не перестает. Иногда ты послушаешь проповедника, и у тебя прям такое сильное желание появляется читать Библию. И вот нам нужно с тобой научиться быть такой церковью, таким человеком, такой солью, чтобы после общения с тобой человек говорил, слушай, я хочу читать Библию, где она? Подари мне, дай прочитать Евангелие от Иоанна. Вот так должно быть. Когда Иисус говорит, что ты соль, и он и это тоже имеет в виду. Иисус говорит, что твоя жизнь, твои слова, твое поведение, поступки, твой дом, твоя работа будет вызывать у людей жажду. По Богу. Аминь. Хорошо. Когда ты свидетельствуешь, ты соль. Когда ты делаешь добрые дела ради Христа, ты соль. Когда ты жертвуешь на храм, ты соль. Когда ты что-то делаешь для Христа, ты соль. Ты соль. Это глыба. Хорошо. Что делает еще соль? Это уже пункт номер три. Что еще соль делает? Соль меняет вкус. Соль меняет вкус. Она реально меняет вкус. Пересаливали что-нибудь? Пересаливали, да. Из семейной жизни. Сварила. Мне кажется, пересалила. Такую ешь, думаю, что реально вообще сильно любит. Есть невозможно. Бывает, да? Соль меняет все. Соль меняет вкус. Причем соли не нужно много. Если будет много соли, это будет перебор. Невкусно будет. Ты все испортишь. Соли нужно совсем чуть-чуть. Сепотка соли придает вкус всему блюду. Все пропитывается, да? Иногда мы можем думать, что я могу? Что я там? Я один на этой работе. Кто в шахте у нас? Шахтеры. Что я там могу? Звено у меня 20 человек. Они все курят. Мы теряться. Ух, грешники. Я. Что я могу? Я песчинка соли. Одна. Вот там вот где-то. Что я сделаю? Ты знаешь? Даже одна песчинка может изменить все вообще. Все обстоятельства. Я сейчас смотрю такой сериал. Это просто история в тему. Смотрю сериал про Chicago Bulls. Называется «Последний танец». Этот сериал, он документальный. Снят художественно, но он документальный. Я, кстати, рекомендую. И там история, ну, вот эта известная история про Chicago Bulls и про Майкла Джордана. Что-то, баскетболиста известного. Так я сейчас про крупинку соли почему рассказываю. Сейчас небольшой экскурс в сериал, ну, вы поймете. Он был простым парнем, учился и любил играть в баскетбол. И в колледже в своей команде он сделал так, ну, точнее, его команда, она, в общем, выиграла чемпионат среди колледжев по Америке. И он, как один из крутых игроков, его выставили, ну, я так в кавычках, на аукцион. Своими словами я говорю, потому что там непонятные слова были. На аукцион. И команды со всей страны, которые играли во взрослой лиге, они приезжали и на этом аукционе выбирали, в общем, игроков. Выбирали игроков. И в Чикаго Буллс была самая такая команда, она вообще никогда не выигрывала, в плей-офф не проходила. Вообще она там, ну, в конце турнирной таблицы всегда. И когда выбирали они Майкла Джордана, они даже не первые его выбирали, им достался он. Знаете, когда все выбрали, и тебе достался Майкл Джордан. Они такие, ну, окей, ладно, хоть ты. И взяли его в команду. И, значит, он приехал, и у них буквально там скоро выезд. Ну, там идет серия матчей. Они поехали на выезд. И он парень, он юнец. Он из верующей семьи. У него мама набожная. Он интервью дает, настоящее интервью Майкл Джордан дает, как он с мамой общается. Мама, молись за меня, я там вот это, вот это. И, значит, он приезжает, они едут на первую игру, он в этой команде. Он по отелю идет, ищет свою команду. И найти не может. И он только думает, где они все. И слышит в одной комнате какой-то кипиш. Он стучится, раз все затихли. Он еще раз стучится. Он говорит, кто там? Да это я, Майкл. А, это новенький. Ладно, пусть заходит. И открывается дверь, и там кто-то употребляет наркотики. Вся команда там. Кто-то пьет алкоголь. Девочки, знаешь, ну, кокаин, героин. И он такой, ребята, мы так не выиграем. Он говорит, я не с вами. И в течение трех игр он был, он держался особняком. Он не стал изгоем, знаешь, просто он стал особняком. Он много тренировался. Он держал, он жил отдельно. Снял себе квартиру, он жил отдельно. Он жил как студент. Сам посуду мыл, тренировался много. И в те три игры, в которых он играл, благодаря ему он все три игры вытащил. Впервые команда кого-то победила. И ты знаешь, спустя три игры вся команда сказала, слушай, мы хотим его слушать. Мы хотим его слушать. И он стал капитаном. И, в общем, в итоге они там шесть лет находились на серии с побед. Знаешь, я хочу сказать, что можно, ты можешь думать, что что я могу сделать, я один. Знаешь, ты один. Достаточно одной песчинки соли, чтобы изменить все вокруг. Да, казалось бы, все употребляют, все делают плохо. Что я могу сделать? Ты соль. Ты глыба. Ты можешь очень многое. Потому что Бог всемогущий в тебе. Давай еще пару примеров из Библии, чтобы так было более понятно. Хотя кто-то относится к примерам из Библии, как сильно они далекие от нас. Да, вот эти реальности. Чикаго Буллз как-то поближе к нам. Они здесь, рядом, в нашей эпохе. А вот история с Иосифом, который один оказался в Египте и изменил всю экономику, и спас одну страну, и спас всю семью Божию, это как-то далековато от нас. Но это факт, записанное в Священном Писании. Иосиф, которого предали, которого продали. Знаешь, я думаю, если бы ты оказался на месте Иосифа, ты бы давным-давно ушел из церкви, поменял ее, переехал, обиделся, сказал, что пастор вообще не от Бога. Что бы здесь? Библию бы читать перестал. Знаешь, Иосиф, ему было больно, ему было неприятно. Поступили родные люди, так поступили с тобой. Но ты знаешь, он все равно остался с солью. Он все равно остался этой песчинкой соли. Там, в Египте. Вы знаете, что египтяне, они наколки делали, вы знаете об этом? Иосиф мог обидеться и сказать, а ладно, набьюсь я купола и буду как все. Да, он мог как все смешаться с другими народами и сказать, а буду. Да, вы почитайте историю. Египтяне себе делали разные татуировки. Они выражали так свою индивидуальность. Это была норма в Египте. Иосиф был загорелый такой парень, он стал в Египте. Но он не огорчился. Он остался этой солью. Он один изменил вообще ход истории. Просто ты посмотри. Давай еще пример. Ты был в тюрьме? Кто-то здесь был в тюрьме, я вижу. Знаешь, апостол Павел и Сила попали в тюрьму вдвоем. Где песчинки соли? Попали в тюрьму. Казалось бы, ну в тюрьму попасть, ну тут все. Я ничего не смогу изменить. Что ты изменишь в тюрьме? Ну что ты изменишь в тюрьме? Ты сейчас с этой позиции, ты смотришь, ничего я не изменю. А они изменили. Они такие говорят, ну что, Павел, нас посадили, непонятно сколько вообще. Да, что будем делать? А что делает соль? Не знаю, соль поет, наверное, как-то. А давай споем. А давай. И начали петь. Начали петь. Стена рухнула. Заключенные покаялись. Стражник покаялся. Такое пробуждение началось. Что я могу? Да ты глыба. Ты большой человек в тебе, потому что в тебе большой Господь. Большой Бог. И ты один можешь поменять всю атмосферу. Всю ситуацию, все обстоятельства. Ну аминь. Аминь. Ты уже чувствуешь себя с солью? Чувствуешь себя глыбой? Уже потихоньку появляется уверенность? Хорошо. Так, да, 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 хорошо. Просто правильно поступаешь, правильно себя ведешь, говоришь Божьи слова, имеешь в себе ценности Божьего Царства. И ты уже соль. У тебя уже все хорошо. Ты уже делаешь правильные вещи. Уже правильные вещи. И последнее, что бы я хотел сказать про соль, что соль это консервант. Секунду. Соль это консервант, который помогает останавливать процессы гниения. Процессы гниения. Я думаю, что рыбакам это было очень хорошо известно, потому что они ловили много рыбы. А тогда в Израиле, знаешь, холодильников не было, как у нас сегодня мы купили морозильную камеру наверх. Тогда не было такого. Что делали? Рыбу солили и закапывали. И она могла долго сохраниться. Поэтому соль, она останавливает процессы гниения. Сегодня в мире происходят такие вещи, знаешь, нападки на какие-то фундаментальные институты. Допустим, институт семьи. Да, сегодня уже не секрет, что семья и брак под ударом во многих странах. Да, сегодня есть папа и папа. Когда ты заполняешь анкету в школу, там есть мама, папа и есть оно. И знаешь, это стало нормально. Где-то вообще это приемлемо. Где-то два папы усыновляют кого-то. И они говорят, я мама, а я папа. Их с ними соглашаются. Говорят, ну да хорошо. Мама. Там имя мужское, мама. Но церковь, это тот институт, который вот как соль, она сохраняет эти вещи. И она говорит, это неправильно. Так не должно быть. Какая мама? Это вообще грех. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Ну я просто как пример привожу. И знаешь, вот церковь, она останавливает эти процессы. Она сдерживает процесс гниения мира. Если церковь убрать, если церковь убрать, все, никаких стандартов не останется. Все, сразу все кончится. Во-первых, в мире сдерживает. Во-вторых, соль. Мы как сами, как соль. Мы в наших жизнях тоже этот процесс не то чтобы не останавливаем. Мы не допускаем развития этого процесса в наших жизнях. Когда чтобы процесс гнения у нас в нашей жизни происходил. Давайте я местописание прочитаю. Это 2 Фессалоникийцам 2, 2 глава. 7 стих нас интересует. Ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Апостол Павел говорит, что беззаконие, оно в действии, оно есть. Но как бы еще не сильно явно. Вроде бы есть. Но еще вот так вот воочию не действует. Потому что есть кто-то, кто еще все это удерживает. Все вот эти процессы. И одна из вещей, что это церковь. Как только церковь будет забрана, то все. Этот зверь, он выскочит и начнет какие-то вещи делать. Ну там, второе пришествие, все вот эти футуристические вещи. Но пока мы с тобой здесь на земле, мы соль. И мы можем влиять, и эти процессы гнений останавливать. Мы можем говорить, что неправильно. Мы можем влиять на своих детей. Можем влиять на друг друга. Можем влиять на тех, кто на работе. Сталкивались с таким, что человек верующий приходит куда-то, и люди при нем уже не матерятся. Не курят. Сталкивались. Такое очень часто. Это вот такой показатель, что соль, она меняет атмосферу, она влияет. И люди начинают как-то по-другому себя вести. И вот история про Сергея из Грамотейна. Рассказываю. Значит, я братьям ездил в четверг на молитву. И Сергей, у нас есть брат, его здесь нету сейчас. Он, в общем, в центре уже второй раз. И он чуть больше года находится. Но он уходил. И у него, в общем, не получилось выстоять. И он вернулся. Вернулся, и он живет у нас в центре. Знаете, он такой человек, ну, как бы не сильно он активный. Но живет он, потому что, как бы там он погибает. А здесь он не сильно хочет, ну, как бы, что делать? Вот он живет в центре. И в центре есть определенная программа. Ну, я так выражаюсь, да. Есть время чтения, время молитвы, походы в церковь. Все вот эти инструменты, они присутствуют. И сам человек, может быть, и не сильно-то и хочет. Ну, как бы, находится просто в коллективе. И все это делает. И вдруг, вот, ну, и в Грамотейно у Сергея есть родственники. И он пошел к ним, ну, в гости зайти, там, проведывать. Пришел к ним разговаривать с ними. А родственники рот открыли и говорят, что-то вот что случилось? Он говорит, а что такое? Это вообще другой человек. Где бравада? Где вот эти понты, понятия, маты? Где все это? Какое-то дело-то все? Да я не знаю, я такой скромный, скромный такой, не знаю. Есть будешь? Он говорит, да я сытый. А раньше говорил, с собой дайте еще что-нибудь. Что изменилось? Что произошло? Просто человека поместили в ту атмосферу, где процессы гниения останавливаются. Знаешь, потому что соль. Потому что кто-то есть соль, служитель есть, очень соленый, который каждый вечер посыпает тебя местописаниями и как-то в церковь. И ты уже такой смотришь, пропитался, разводы от соли, тут как-то уже не материшься. И Сергей сам не понимает, как так произошло, что он стал таким положительным человеком. Соль, она останавливает процессы гниения. Вот. Поэтому ты соль. Соль еще имеет очищающее средство, да, она уничтожает бактерии и не дает им размножаться. Поэтому мы как люди в церкви, мы, вокруг нас эти бактерии, они не размножаются. Ну и греховные бактерии, да, что мы их останавливаем. Конечно, если мы являемся настоящим христианином, настоящей солью, потому что есть не настоящая соль, я думаю. Хорошо, риторический вопрос. Риторический вопрос. Иисус говорит, если соль потеряет силу, что ты вообще сделаешь? Вот ты как думаешь? Потеряли мы силу с тобой? Или нет? Мое присутствие меняет атмосферу в том месте, где я нахожусь. Люди вообще знают, что я соль. Процессы гниения останавливаются там, где я появляюсь, там, где я работаю, там, где я живу. Либо они не останавливаются, они, наоборот, развиваются еще сильнее. Я являюсь солью на том месте, где я нахожусь. Люди преображаются в моем присутствии или нет? Это вопрос, он риторический. На него каждый должен ответить самостоятельно. Как же соль может потерять силу? Как же соль может потерять силу? Соль находят, спустя тысячелетия откапывают где-то, и она все равно соленая. Хоть ты что с ней делаешь, она соленая и все. Как соль может потерять силу? Соль потеряет силу только в одном случае, ну, может быть, еще какой-то есть, но если ее смешать какими-то примесями, то есть ее сильно с чем-то размешать, она станет не такая соленая. И в итоге потом она вообще потеряется. Поэтому тут надо не смешиваться. Знаете, чтобы было более понятно, раньше Израилю нельзя было выходить замуж, жениться, смешиваться с другими народами, чтобы не перенять их обычаи. Слыхали об этом? Так вот, что-то подобное здесь должно произойти. Соль не должна потерять свою силу смешаться с обычаями, которые, вот, знаешь, приняты в этом мире норма. Не смешаться с этим, а остаться с теми ценностями, которые Иисус Христос принес в нашу жизнь. Остаться настоящей солью. И последнее, и мы будем молиться, и последнее, что я хочу сказать, чтобы кого-то посолить, что нужно сделать? Нужно прийти к нему, да? Ну, или хотя бы сделать так, чтобы он пришел к тебе. Согласись? Иногда мы живем так, что мы солим друг друга. Мы так уже соленые. И мы такие, типа, на соли тебе, а тебе на тебе и друг другу. Да мы и так уже соленые. Соль, чтобы осолять, вы соль. Нужно пойти к кому-то и сказать, заявить. Где-то, может быть, поступить как-то. Сделать так, чтобы люди узнали об этом. Чтобы все изменить. Иногда мы соленые просто сами для себя. А не для этого мира. Пастор в своей проповеди говорил, чтобы посолить суп. Сейчас у нас мы будем есть гороховый суп. Чтобы его посолить, нужно взять солонку и потрясти ее в кастрюлю. Да? Поэтому соль, мы вот здесь, вот мы соль. Нам нужно всем куда-то пойти и осолить этот мир. Задача верующих в мире. Поэтому, дорогой брат, сестра, хочу тебе сказать в конце еще раз, что ты соль. Ты соль. Ты глыба. Вот этот кусок соли большой. Не потому, что ты сам по себе сильный, большой, умный. А потому, что Господь в тебе. Поэтому в тебе есть эта сила, в тебе есть эта соль. Давай, знаешь, помолимся сейчас, чтобы мы не потеряли вот эту силу. И чтобы нас на попрание не выкинули. Хорошо? Чтобы мы поняли, чтобы мы каждые осмыслили, где мы можем проявить эту соленость. Где мы можем изменить эту сферу, остановить мнение, повлиять. Где мы можем явить эту Божью силу, для того, чтобы люди почувствовали вкус Божьей благодати. Аминь. Помолимся. Господи, Ты знаешь все, Ты видишь. Ты все понимаешь, насколько мы вообще совершаем Божье дело. Я молюсь, чтобы вот те задачи, которые есть у верующих людей в мире, чтобы мы не забыли про них. Чтобы мы не были просто соленые сами для себя. Чтобы мы не светили просто сами себе. Чтобы твой свет, чтобы наша жизнь отображала твой свет. Чтобы наша жизнь меняла вкус, преображала все вокруг. Пусть моя жизнь, она являет, являет этому миру вкус Божьего присутствия для этой земли. И все вокруг меня узнают, что Господь есть, что Он здесь, что Он живой. Я благословляю так нашу церковь сегодня. Пусть сегодня будем тем городом, который стоит наверху горы и светит всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, у нас второй сбор еще. Выходите. И после этого мы будем заканчивать собрание. Второй сбор на храм, поэтому, если ты приготовил сегодня, если у тебя онлайн пожертвование, то ты можешь Павла Генчу перевести и подписать, что это на храм. Итак, Господи, спасибо Тебе за это место, за возможность иметь это здание. Верю, что мы используем его правильно. Пусть это место станет оплотом того, что здесь люди могут найти пристанище, найти Божье присутствие, Божье Слово. Пусть как можно больше распространяется Твое Царство благодаря этому месту тоже. Благослови, Господи, эти приношения во имя Иисуса Христа. Господи, мы благословляем эти нужды. Верим, что Ты воздашь их по богатству славы Своей. Пусть сегодня никто не нуждается, Господь, но каждый понимает, что Ты воздаешь, Господь, что Ты видишь все, оберегаешь и благословляешь. И также мы молимся за людей, которые находятся, записаны в этом журнале. Верим, что в их жизнь придет Божья слава, Божья сила. Они вернутся, Господь, в Твой дом, очень во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы одна церковь, одна семья, на всяком месте мы письмо Христа. Аминь.